Вначале хочу представиться. Меня зовут Савицкая Наталья. Я научный консультант компании Кристалл. Сегодня расскажу вам о необходимых элементах в технологии рентабельного выращивания азимой пшеницы. Причем эти приемы будут максимально эффективными при оптимальных затратах. Вначале нужно представиться. Мы первый раз участвуем в этой конференции, поэтому я хочу вас познакомить с нашей компанией. Компания Кристалл на рынке уже более 14 лет. Мы работаем на юге России, при этом обобщаем положительный опыт. Полутора тысяч наших клиентов. Мы делимся этим опытом с вами, для того, чтобы вы получали высокий результат. И наша позиция, это наша цель. Работать так, чтобы наши клиенты, наши партнеры были довольны результатом. Потому что если у вас будет все хорошо, у нас тоже будет все хорошо. На сегодняшний день, то есть за 14 лет мы расширили зону присутствия. И на сегодняшний день у нас уже зона покрытия, это 8 регионов Юга России. В своей программе мы делаем ставку на продукцию отечественного производителя. Это Щелково Агрохим. На это есть несколько причин. Первая причина, это потому что мы обеспечиваем таким образом продовольственную безопасность страны. Второй момент, у нас есть возможность создавать здоровую конкуренцию с зарубежным компаниям. И, что немаловажно, у наших клиентов есть возможность получить государственную субсидию. На сегодняшний день мы предлагаем уже готовые технологии рентабельного производства, различных сельскохозяйственных культур. Мы работаем не только с полевыми культурами, но у нас есть сады, виноградники. Системы защиты разработаны под различные культуры и различные финансовые затраты под культуру. У нас широкий ассортимент продукции, которые мы доставляем с собственного склада в максимально короткие сроки. Очень удобная услуга. Можно посмотреть движение транспорта и понять, через сколько у вас будет препарат уже на месте. При этом у нас обязательно условие – это полное агросопровождение. То есть мы никогда не оставляем клиента один на один с препаратом. То есть мы при этом будем отслеживать, помогать и советом, и приезжать. Наши менеджеры всегда на связи. И консультанты тоже. Наши все сотрудники компании пополняют знания всегда. У нас вплоть даже сотрудники офиса изучают агрономию. И логисты знают, что семена нужны именно сейчас, сегодня и на следующей неделе, потому что идет сев. То есть мы этим гордимся. На сегодняшний день в Краснодарском крае 30% предприятий применяют в той или иной степени нашу технологию, которую мы предлагаем. При этом клиенты, которые получают, регулярно получают, ежегодно получают достойные результаты, вот по итогам уборочной кампании этого года получилось… Назад, уже не перещелкну, да? Есть, есть, все. По результатам уборочной кампании этого года у нас 60, более 65% наших клиентов, которые получили прибавку урожайности в принципе выше средней по району, они получили существенную прибавку, то есть от 12 до 22%. То есть это тоже еще один повод для гордости за наших клиентов. В Краснодарском крае уже подведены итоги уборки. Ирина Борисовна показала результаты по районам, которые у нас стали лидерами в этом году. Среди лидеров, которые у нас занимают призовые места, есть наши клиенты. Я привела только небольшой список клиентов, но в целом 26 предприятий будут награждены по результатам уборочной кампании. Обязательное сопровождение консультантами наших препаратов является необходимым, скажем так, в условиях реалий нашего сегодняшнего дня, потому что если мы оставим клиента один на один с его вопросами, то результат мы можем не получить тот, на который рассчитываем. Еще очень хотела бы акцентировать внимание на таком моменте, что у нас есть предприятие, есть садоводческое предприятие, есть предприятие, где выращивают полевые культуры, и в этих предприятиях мы сами отслеживаем те системы, технологии, приемы, которые предлагаем вам. То есть здесь то, что мы применяем сами, мы предлагаем вам проверенные технологии. Ну и теперь перейдем к актуальным на сегодняшний день вопросам. Скоро будет у нас сев озимой пшеницы. По опыту наших клиентов-передовиков, по нашему личному опыту, мы пришли к такому выводу, что вносить минеральные удобрения, основные удобрения под озимую пшеницу нужно в сложных формах, и при этом мы даем азот, фосфор, калий и серу в обязательном порядке, но не нужно завышать нормы, потому что, учитывая цену на эти удобрения сегодня, учитывая, что у нас каждый год преподносит какие-то сюрпризы, ну, например, у нас недостаток влаги, вымерзание, отсутствие снежного покрова, вымерзание, пшеница может не раскуститься, может попасть под жару в конце вегетации, или, например, эпифитотия заболевания, как в этом году у нас с фузорезом ситуация произошла, она просто не может реализовать тот потенциал, который у нее есть, по объективным причинам. И по нашим наблюдениям, по нашему опыту мы пробовали вносить удобрения, исходя из планируемой урожайности, с учетом выноса элементов питания из почвы конкретной культуры, и с учетом содержания элементов питания в почве, но не получили результат, на который рассчитывали. Поэтому это наша практика, которой мы делимся с вами. Второй момент. Фузариоз. То есть это проблема номер один, с которой столкнулись сельхозпроизводители, каждый сельхозпроизводитель в этом сезоне и в той или иной степени. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, но фузариоз был у всех. Вот обратите внимание на картинку, где зерновка пшеницы показана. Где находится фузариоз? Вот циферка 7, это алиэроновый слой, в котором находится сама инфекция. Вот для того, чтобы победить фузариум на семенах, нам нужно применять протравители, которые, во-первых, будут содержать самое эффективное действующее вещество против фузариоза тибуканозол, и протравитель, который достигнет вот этого алиэронового слоя. Поэтому мы предлагаем в нашей системе препараты на основе микроэмульсии, то есть препаративная форма микроэмульсии. Она позволяет доставить каждую молекулу тибуканозола до вот этого самого алиэронового слоя, и таким образом инфекция будет уничтожена. То есть препарат не осыпается, не остается на поверхности, он начинает действовать с момента протравливания. Широкий ассортимент препаратов, которые находятся в препаративной форме микроэмульсия, и содержат тибуканозол. Это в нашей линейке мы предлагаем каждому клиенту конкретно под его запросы. Это может быть Polaris, который Ирина Борисовна озвучивала. Это может быть Protego Max. Это может быть, допустим, у нас есть прекрасные протравители. Ну, Polaris, наверное, самый будет известный. Benefis Supreme новинка. Хочу остановиться еще отдельно на смесевом продукте, который инсекто-фунгицидный протравитель Polaris Quattro. Это тоже новинка. Содержите баконозол? Вы обязательно подвинуете у вас. Я быстро. Вторая проблема этого сезона – бактериозы. Поэтому, если в анализах зерна вы видите большой процент бактериоза, то есть зараженность бактериозами, мы предлагаем применять протравитель Гераклеон, который содержит тирам. Это единственное действующее вещество, то есть фунгицид, который обладает бактерицидным действием. Ну и Polaris Quattro у меня здесь тоже представлен, как инсекто-фунгицидный протравитель. Далее, офиоболез. Это проблема, которая есть из года в год, последние, но три года точно. То есть, ну, больше, да. Но вот три года – это когда катастрофа, когда у нас некоторые поля, они поражались офиоболезом практически на 100%. Поэтому здесь мы уже понимаем, что недостаточно применять только химические средства защиты. Нужно работать комплексно, нужно работать с почвой. Для этого у нас есть решение. Это препарат Biocomposite Correct, который содержит 5 штаммов бактерий и помогает оздоровить почву, сделать ее супрессивной, то есть баланс вредных и полезных привести один к одному. В общем, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Поэтому будем очень рады сотрудничеству. Система защиты – это та, которую применяем мы в нашем предприятии. Вот здесь на слайде она представлена. И у нас в предприятии тоже результат выше среднего по району. То есть система работает. Начинает от протравителя и по вегетации. Будем рады сотрудничеству. Обращайтесь. Здесь присутствуют менеджеры, которые работают в вашем регионе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok